Опа! Приготовим салат оливье в полезном стиле. В 10 раз полезнее обычного оливье. И очень вкусно, не отличи. Смотрим. Этот оливье будет в 10 раз полезнее обычного оливье. Вместо химической колбасы мы будем использовать куриное филе. Сделаем его вкусненьким. Вместо консервированного горошка будем использовать свежемороженный горошек. Ведь при заморозке витамины не уничтожаются, а при консервации ничего не остается. Картошку можно заменить корнем седлерея. У меня его нет, беру картошку. Огурцы классические. Вместо майонеза йогурт обезжиренный, в составе которого просто молоко и бактерии. А также барабанная дробь. Микрозелень. Микрозелень обогатит витаминами и полезными веществами. Итак, погнали. Делаем. Первонаперво поставим вариться картошку. Я буду варить все вместе. Картошку, курочку и яйца. Зачем нам куча мисочек? Картошку хорошо помоем, чтобы она была чистенькая. Вот так везде прочистим. Сразу делаем вкусную воду. Добавляем душистый перец, лавровый лист всему голова. Лавровый лист это консервант. Когда вы его добавляете в еду, еда хранится намного дольше. Даже на этапах приготовления уже обогащает пищу консервирующими натуральными веществами. Добавляем лавровый лист. Добавляем куркуму. Можно прям курочку посыпать куркумой. Тимьян отлично сочетается с картошкой. Очень прям вот они неразлучные друзья. Соль я добавляю гималайскую. Картошка такого сорта варится быстро. Я добавлю филешку и потом яйца. Видите, уже вкусно выглядит. Накрываем крышкой и ставим на огонь. Потому что мы люди привыкли как? Заболели, начинаем лечиться, здорово питаться. Заранее питайтесь здорово, чтобы не болеть, не тратить на это время, лекарства, деньги. И чтобы близких больше видеть, лучше и проводить с ними активное время, а не лежа в кровати с градусником. Я умею готовить здоровое питание, потому что я долгое время работал шеф-поваром здорового питания. Сейчас замаринуем свежемороженый горошек. Вот он, красавчик. Свежемороженый горошек намного полезнее, ребят. Все, смотрите, горошек размораживается и плюс в воде он набухает. Соль с чесноком. Классный ингредиент на кухне. Возьмите на заметку. Чеснок это усилитель вкуса. Иметь на кухне чеснок сухой, это как иметь аджиномота. Знаете, вот этот глютамат натрия, усилитель вкуса химический, который вредный и суставы хрустят от него. Натуральный, полезный усилитель вкуса это чеснок. И курочка. Вот вода такая мутная за счет того, что мы добавили специи. Добавляем курочку, ложим. Именно в кипящую воду со специями. На мой стеллаж похвастаюсь. Вот моя микрозелень. Растет много видов. Мы ее каждый день едим. Сегодня мы будем использовать эту микрозелень. Я укропа немножко добавлю. Тут у меня гидропоника. Но это растет 2 месяца. Полтора долго. А это растет 7 дней. Поняли прикол микрозелени? Она растет 7 дней. Аптека витамин у вас дома. Огород зелени у вас дома. Не надо ходить в магазин. И зелень самая полезная. В 10 раз полезнее обычной зелени. Это микрозелень. Куча заболеваний лечит и профилактика от всего. И самое главное дает энергию. Вы бодряковые. Многие подписчики мне пишут, что у них стоя колом от микрозелени. Я вас всех приглашаю 22 декабря на бесплатный урок «Как открыть ферму микрозелени дома». Регистрация в первом комментарии. Я расскажу, как открыть ферму микрозелени дома. А в комментариях напишите вопрос, какой вас больше интересует по микрозелени. Что у вас, какой стеллаж, как с чего начать. Напишите, я вам лично отвечу. Жду от вас в комментариях. Так, маринуем горошек, ребята. Сливаем воду. Первое. Яблочный уксус. Яблочный уксус дает эффект, что вот как вот консервированный горошек. Все любят его вкус, привыкли к нему. Вот он будет такой же вкусный, даже вкуснее. Соевый соус, черный перец и соль с чесноком. Я за простую кулинарию, и чтобы меньше потом мыть посуды. Вот почему я делаю все в одной кастрюле. Ну, представляете, я бы сейчас три кастрюли бы там. Три раза сыпал бы соль. Три раза бы там добавлял специи. Три раза мыл, короче. Кучу энергии намотал. Зачем это надо, ребят? Проще относитесь. Я вас научу. Подпишитесь на канал, не забудьте. Все. Вот так перемешали. Можно попробовать. Пришло время приготовить соус из йогурта вместо майонеза. Погнали. Нежирный йогурт. Добавляем. Извините, что я так сделал, но я дома. Все ингредиенты я напишу под видео в первом комментарии. Там же и ссылка на регистрацию на бесплатный урок по микрозелени. Черный перчик чуть-чуть. Оливковое масло даст нам такую жирность приятную и вкус. Соль с чесноком. Она даст вот такой майонезный вкус. Немножко куркумы, чтобы было как майонезик на домашних яйцах, как в рекламе. Совсем чуть-чуть. Куркума меняет вкус. И пару капель соевого соуса. Чтобы вот эта майонезная сладость была. Ну что, близко к майонезу, и никто не понял, что салат без майонеза. Куча еды на Новый год. Вам надо много съесть и при этом еще трамбуетесь оливье с майонезом. 70% жирности. Как просто жиру так кусками есть. Нафиг это надо. Все, перемешиваем наш соус. Пробуем. Чтобы он был гуще, мне показалось, что он немножко жидкий. Добавлю пару капель уксуса. Уксус он створаживает. Йогурт делает еще гуще. Еще добавлю чуть-чуть чесночка. О, Люба пришла. О, сюрприз. Обалдеть, Люба. У Любы был праздник в детском саду. Нельзя. Когда ты только мази. Папа сейчас снимает. Все у нас готово. Давайте нарежем огурчики. Банка не открывается. Что делать? Поварская хитрость показывает. Вот так вот простукиваем ее крышкой именно. И взбиваем. Она тут подзакипела чуть-чуть где-то от времени. Надо вот так прям по крышкой простучать по округу. Все. И открывается легко. Смотрим, какие у нас огурчики. Нормально. Количество огурцов примерно как количество горошка. Все примерно поровну. Огурчики нежные. То есть так. И потом вот так. Раз, 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 раз. Как лодочкой. Не люблю отдельные мисочки. Зачем? Вот сейчас я на эту же досточку положу курочку. И сразу, ребята, резать не надо. Хотите, объясню вам, почему? Да, хотите, я знаю. Когда клетка нагрета изнутри, ее разогревают. Она нагревается. Она почти что закипает. Она горячая. И она выдает все наружу. Ну, поняли? При расширении, при нагревании все расширяется. И когда вы в этот момент, когда она очень горячая, ее разрезаете, весь сок, куча лужа сока на столе. Почему говорят, тут мясо даже с гриля, там, стейк какой-то. Не надо сразу резать. Сразу весь сок вытечет. Запечатайте, подождите. Пусть вот это вот движение наружу остановится. Фух. А потом уже режьте. И оно уже не будет так. Да, будет вытекать, но уже не так активно. Более сочный продукт будет. Просто сливаем воду, как с пельменей. Воду слили, открываем. Наши яички переложим сюда. Холодной водичкой. Вы это знаете. Чтобы лучше снялась шкурочка. Убирайте, ребята, во время приготовления. Чтоб потом чуть-чуть протерли, все готово. Потому что не прикольно. Когда у вас уже готова еда, вы хотите есть, все хотят есть, и вы начинаете убирать. Или когда вы поели, потом опять убирать. Сразу по ходу дела. Пока вот остывает, я уберу. Сейчас вам покажу тропический дождь на этот телефон. Погнали. Своя микрозелень, красотка. И такой дождь может два раза в день идти. И он быстрый там 15-20 минут до получаса. И сразу же солнце выходит, и опять жара. Такой прикол. То есть не думайте это ненадолго. Сейчас я видео закончу, поем, выйду опять, будет жара. Так, курочка остыла, ее можно нарезать. Видите, она чуть остыла. С нее не брызгает сок. Что я и говорил. Такой же размером, как все остальное. Все пробуйте. Вдруг где-то вы насыпали вместо перца соду. Вдруг вы что-то неправильно или что-то испортилось. Вы опа, поймете и исправите. А на этапе, когда вы уже все смешали, уже будет поздно исправлять. Придется все выкидывать. Понимаете, почему надо все пробовать. Прямо сюда, вот, мокрой рукой мне нравится с водой чистить яйца. Они как по маслу слазят. Видите? Так, картошечка еще остывает, а мы подрежем яички. Как в ресторанах быстро делают, резать мелко яйца. Вот так. Все, порезал. Класс метод. Если вы в комментариях напишите, шеф готов больше, чаще выпускай ролики про готовку. Я вам буду их чаще показывать, если вам интересно. Напишите свое мнение, заходит вам тема, как я готовлю и рассказываю, или нет. Итак, укладываем яички. Доску не моем. Сейчас мы на этой же доске порежем. И вот она наша картошечка. Вот так руками снимаем. Видите, картошка в мундире просто лучше форму держит. Картошка обладает нейтральным вкусом. И вот такие ингредиенты можно ложить больше. Картошечка. Полетела. Нарежем микрозелень вместе. Смотрите, какая она красивая. Это микрозелень капусты брокколи. Уже заканчиваю. Уже микрозелень режу. Салат уже готов. Вот она, нарезана микрозелень, водички. Какой-то песочек сядет. Поелозил. Потом вот так аккуратно ее беру. Раз, сито. И видите, вода чуть как бы мутноватая. Какие-то приколы в воде остаются. Все-таки желательно мыть микрозелень. Сито можно использовать любое. И все, она теперь стекает. Она чистенькая. Добавим половину. Это называется поварская техника. Смешать половину, а потом вторую половину. Так лучше смешиваются. И не так долго надо смешивать. Если вы готовите оливье заранее, там за много часов, то я вам советую соус не добавлять. Соус добавить в последний момент. То есть вот так вы сделали, смешали. Перемешали. Можно особо не перемешивать, что мы еще соусом перемешаем. Вот так соус сверху поставили. Прям с ложками можно. Пленочкой накрыли. В холодильник поставили. Вот в таком виде. А потом уже при подаче на стол добавили соус, перемешали. Чтобы овощи не пустили сок. Чтобы было не такое жидкое, не такое водянистое. Поняли? Бомба. Оливье в зожном стиле, который намного полезнее. Добавляем соус. Пробуем соус. Соус мощный. Много соли в нем. Такой слишком акцентный. Потому что в картошке немного соли в середине. Поняли? Надо добавить соль. Я сразу сделал соус мощнее. Добавляем соус. Бомбей. И перемешиваем. Видите, я аккуратно перемешиваю с любовью. Все вот эти движения, все микромоменты. Это зарядка блюда любовью. Вот так вот я его сделаю ввысь. Попробую. Нереально вкусно. Я его делаю вверх. Всегда нужно в кулинарии стремиться ввысь. Потому что все продукты и так норовят расползтись по тарелке. Там растечься. Поняли? А вот ввысь надо сделать вам. Протираю по кругу вот так. Чтобы, видите, как чисто становится. Сразу приятно. Можем с моей установки гидропоники взять укропа. Листиков. Укроп я тоже люблю. И укроп, кстати, идет в оригинальный рецепт Оливье. По кругу побросаем вот так. Красиво, воздушно. Смотрите, как красиво получается. Ну, красивая подача. Еще нет. Надо сделать вот так. Ввысь стремиться. Ввысь. Вот он, наш Оливье. Вот он, Оливье, ребята. Еще чуть-чуть. Ввысь. Вверх. И только вверх. Вуаля. Оливье готов, ребята. Полезный салат Оливье готов в 10 раз полезнее обычного Оливье. А вы напишите комментарий, как вам мой рецепт. Обязательно. Жду ваш комментарий. А также не забудьте, что 22 декабря у меня бесплатный урок по выращиванию микрозелени. Приходите на него. А лучше зарегистрируйтесь. В описании видео и в первом комментарии ссылка на телеграм-бот. Вы, когда зарегистрируетесь, мы вам пришлем уведомление, что урок, урок, урок. И вы точно не забудете. И начнете выращивать полезную в микрозелень. Всех вас жду. Обнял, поднял. С каждого по комментарию. Вы лучшая микрозелень. Полезное питание. Вперед. И вот он, ребята. Ливень закончился. Как я вам и говорил. Сейчас полчаса и будет жара. Класс. Воды столько много. Реально ливень заливает все. Класс. И так же самое в вашу жизнь пришло солнце, ребята. Потому что вы попали на это видео. Посмотрели его. А теперь научитесь выращивать микрозелень. Не будьте на бодряках. Живите долго и не болейте. Я вам в этом помогу. Жду 22 числа. Записывайтесь. Ссылка в описании видео и в первом комментарии. Зеленый шеф. Обнял.